Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности в регионах в условиях осуществления в стране комплексных мер по смягчению последствий пандемии коронавирусной инфекции. Репортаж программы. В начале совещания глава государства затронул ситуацию с коронавирусом. Он отметил, что за последние 10 дней инфекция выявлялась в среднем у 70-80 человек в день, что говорит о недопустимости беспечности. За минувший месяц около 8 тысяч человек прибыли в нашу страну на 32 чартерных рейсах и более 20 тысяч через пограничные контрольно-пропускные пункты. Болезнь была обнаружена у большинства из них. Коронавирус был также обнаружен у 192 водителей международных грузоперевозок. В настоящее время в общей сложности 26 тысяч человек находятся на карантине дома и 21 тысяча в стационарах. Вновь подчеркнута необходимость строгого соблюдения карантинных правил в областях, городах и районах с красным и желтым статусом. Рост безработицы и бедности в условиях пандемии остаются серьезной проблемой даже в самых благополучных государствах. Число безработных увеличилось и в нашей стране. Также по предварительным оценкам, пандемия может серьезно повлиять на доходы около 450 тысяч семей. Обеспечение занятости и увеличение доходов населения являются приоритетами государственной политики в Узбекистане. В этой связи были разработаны комплексные и региональные программы, определены задачи министров, хакимов и руководителей секторов. В рамках работы по сокращению бедности и общенационального движения «Доброта и поддержка» были сформированы списки для поддержки малообеспеченных семей. В них включены нуждающиеся семьи, и на сегодняшний день 540 тысяч из них получили помощь на сумму 307 миллиардов суммов. Глава государства подчеркнул, что главная цель – трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности. Поэтому необходимо заниматься проблемами каждой семьи и каждого гражданина в отдельности. В это время испытаний нужно не гоняться за цифрами, а добросовестно работать, чтобы удовлетворить людей, сказал президент Шавкат Мерзиёев. Как отмечалось на совещании, руководители районных, городских, секторов составят список наиболее нуждающихся семей и разработают план по избавлению их от бедности. Заместители хакимов областей по вопросам экономики и махали будут координировать работу секторов и коммерческих банков, отвечать за реализацию социальных проектов. Республиканский штаб во главе с заместителем премьер-министра будет заслушивать их доклады и привлекать министерства и ведомства, коммерческие банки к решению их проблем. Эта система также станет прочной основой для единого социального реестра. Ответственным лицам поручено полностью внедрить реестр к концу года на уровне Министерств регионов, районов и Махали решено опробировать в Ташлагском районе Ферганской области четыре общепризнанных в мире метода расчета черты и критерий в бедности. Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать нормативно-правовую базу для прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины к 1 октября текущего года. Как известно, в результате смягчения карантинных мер возобновлена деятельность более 17 тысяч промышленных и 10 тысяч строительных предприятий. Но в большинстве из них денежные потоки сократились в три раза по сравнению с докарантинным периодом. Центральному банку поручено выявить проблемы предприятий с недостаточным движением денежных средств на их счетах и оказать им помощь. Министерству занятости и трудовых отношений указано на возможность привлечения 300 тысяч человек к общественным работам. Трудоустройство 265 тысяч человек, в том числе обеспечение занятости 18 тысяч малоимущих семей путем выделения из фонда министерства 36 миллиардов сумм в субсидии частным приусадебным хозяйствам. Для смягчения последствий пандемии на государственную программу «Каждая семья-предприниматель» было выделено дополнительно 1 триллион суммов. В целом на программы семейного бизнеса в этом году направляется 4 триллиона суммов. По поручению президента упрощено выделение кредитов по программам семейного бизнеса. Отмечалось, что важно направить эти средства на небольшие, высокоэффективные производственные проекты, которые создадут гарантированные рабочие места. Кроме того, до настоящего времени на ремесленничество было выделено 190 миллиардов суммов. Однако в Новоийской, Кашкадаринской и Ташкентской областях эти средства осваиваются медленно. В нынешнем году планируется трудоустроить 145 тысяч малоимущих за счет реализации 7,5 тысяч региональных проектов промышленности. Кроме того, определенные меры по созданию более 31 тысячи рабочих мест с высоким доходом через реализацию 206 крупных производственных предприятий стоимостью около 11 миллиардов долларов. Заместителю премьер-министра, министру инвестиций и внешней торговли поручено своевременно реализовать эти проекты. Существует много возможностей для сокращения бедности в сельском хозяйстве. На совещании отмечено, что в первой половине года планируется обеспечить занятость 25 тысяч человек путем ввода в оборот 38 тысяч гектаров земли и 45 тысяч человек к концу года путем освоения еще 51 тысячи гектаров. 20 тысяч гектаров этих земель будут переданы малообеспеченным семьям. Также планируется выделить 120 тысяч гектаров, высвобождаемых от зерна, для выращивания повторных культур и создать источник дохода для около 300 тысяч семей. Кроме того, 107 проектов на сумму 965 миллионов долларов в хлопково-текстильных кластерах позволят создать более 28 тысяч новых рабочих мест. Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства раздаст 28 тысячам семей с низким доходом племенных коз, 50 тысячам семей птицу, 100 тысячам семей кроликов. При рассмотрении возможностей в строительной отрасли отмечено, что 85 тысяч человек могут быть привлечены к работам, осуществляемым за счет 3,6 триллиона сумм, выделенных из антикризисного фонда. На совещании обсуждены вопросы социальной поддержки населения. С первых дней карантина были приняты необходимые меры в этом направлении, а число получателей социальных пособий увеличилось на 10%. Сегодня насчитывается 155 тысяч семей, потерявших кормильца, 81 тысяча малообеспеченных семей с пятью и более детьми, а также 16 тысяч одиноких престарелых. Однако не во всех случаях выделенная социальная помощь в полном объеме достигает нуждающихся. Министерству по поддержке махали и семьи дано строгое поручение справедливо и адресно предоставить нуждающимся семьям 992 миллиарда суммов, выделенных дополнительных средств и остаток в 70 миллиардов суммов в фонде доброта и поддержка. Отмечено, что в рамках решений, принятых для оказания социальной поддержки населению во время пандемии, к концу года финансовую помощь получит дополнительно более 235 тысяч семей. На видеоселекторном совещании Хакимы, руководители министерств и коммерческих банков представили информацию об ожидаемом росте рабочих мест и снижении числа бедных семей в первой половине года, а также планах на конец девяти месяцев и года.